здравствуйте дорогие друзья гости и подписчики моего канала в этом видео поговорим о вызревании виноградной лозы то есть ролик будет на виноградную тему давно уже не снимал на виноградные темы и вот решил немножко посвятить теме вызревание виноградной лозы что я имею ввиду под словом вызревания это такая стадия развития виноградной лозы осенью когда она готовится к зиме к предстоящей то есть вот сейчас вы видите на примере сорта йодуппи как выглядит хорошо вызревшая виноградная лоза это лето 2018 года было очень теплым сумма активных температур московской области было достаточно для хорошего даже я бы сказал для отличного вызревания виноградных лоз урожай уже давно снят а сейчас в октябре вот можно посмотреть как уже вызрела лоза и причем этот процесс еще проходит то есть лоза готовится к зиме подготавливаются ткани этого растения почки набирают силу и запасают питательные вещества для того чтобы следующем году отдать урожай или либо же если этот лоза будет срезана то из нее можно будет получить черенок а в дальнейшем и саженец и сейчас дорогие друзья вот на примере этого сорта как я уже сказал йодуппи я вам покажу насколько вызрела это лоза сейчас я вам покажу верхнюю часть и вот посмотрите практически это уже на высоте порядка двух метров здесь у меня дальше виноград уже обрезан прищипнут или отчеканен как еще можно говорить и в этой части лоза уже тоже вызрела этот сорт у меня раньше всего в этом году созрел и соответственно урожай уже давно снят и лоза у этого сверх раннего сорта тоже вызрела практически на всю длину своего роста на всю длину шпалеры то есть сколько позволяет у меня дотянуться рука вот кстати у меня здесь шпаргалка такая чтобы не забыть всем рассказать я недавно эту шпаргалку опубликовал на своем youtube канале в разделе сообщества можете там посмотреть ну а я вам так чтобы не забыть буду рассказывать и показывать уже наглядно на видео все пункты которые я здесь указал о возревании лозы и так первое это сортовые особенности то есть лозы на ранних сверх ранних сортах винограда как правило возревают быстрее и лучше чем на сортах которые имеют более поздний срок созревания но так как я нахожусь в московской области то я не имею возможности выращивать в открытом грунте сорта средних сроков созревания или поздних поэтому у меня высажены только ранние и сверх ранние сорта винограда второе что сильно влияет и является практически основополагающим фактором для возревания лозы это сумма активных температур положительных летних то есть чем теплее лето тем лучше и тем виноград возревает лучше и лоза соответственно у него тоже возревает лучше и быстрее также на возревание виноградной лозы сильное влияние оказывает правильная обрезка и формировка если ваш виноградный кустик слишком сильно загущен на нем слишком много побегов либо же когда на молодых кустах слишком большая нагрузка то в этом случае замедляется возревание лозы другими словами надо при помощи зеленых операций всегда следить за нагрузкой куста весной не давать слишком большую нагрузку для молодых кустов регулировать нагрузку как лозами как побегами так и гроздями то есть должна быть правильная нормировка также на возревание виноградной лозы влияют зеленые операции которые мы проводим летом то есть это укорачивание либо прищипка пасынков кто не знает что такой пасынок вот я вам показываю то есть на пасынке надо оставлять два листочка и прищипывать верхушку тогда этот пасынок не будет тянуть силы из лозы и лоза будет отдавать все силы на свое созревание и на созревание урожая и также ускоряет созревание лозы чеканка винограда или прищипка вот этих вот верхушек и макушек все это проводится летом пятый фактор который оказывает сильное влияние на возревание виноградной лозы это конечно перегруз урожаем очень часто хочется особенно начинающим молодым виноградарем оставить весь урожай на кустики винограда и тем самым этот кустик может просто его не вытянуть то есть он отдаст все силы на созревание урожая но при этом лозы которые должны будут следующем году плодоносить он не успеет вызреть и они следующем году скорее всего не дадут урожай так как просто могут не перезимовать если они не вызрют вовремя снятый урожай также способствует тому что ваши виноградные лозы будут созревать быстрее шестой фактор ускорения созревания виноградных лоз это конечно фосфорные калийные подкормки в конце лета и осенью подкормки это проводится либо по листу либо под корень и по листу то есть совместно и корневые и вне корневые и я думаю что это самый оптимальный вариант проводить такие подкормки нужно несколько раз в конце лета начиная с августа и заканчивать эти подкормки можно уже глубокой осенью практически перед самым укрытием винограда посадка винограда на солнечном месте способствует тому что виноград будет лучше расти ему будет хватать тепла это все касается северных виноградников и конечно лозы в этом случае будут созревать быстрее и восьмой фактор который тормозит вызревание виноградной лозы это конечно наличие заболеваний вот сейчас я вам показываю кустик на котором заболеваний практически нету лозы чистые и сейчас я перейду на другой куст винограда который поражен мучнистой росой вот дорогие друзья я перешел на другое место это кустик гарольда и вот видно что вот в этом месте лоза вот такие вот пятнышки имеет это следствие поражения мучнистой росой аидиумом эмилью тоже у нас тут присутствует в общем вот такие вот заболевания они не сильно но тем не менее влияют отрицательно на вызревание виноградной лозы и я вам показывал кустик в общем-то которым который находится в идеальном состоянии первоначально сейчас я перешел кустику который имеет следы заболеваний и сейчас я вам покажу как выглядит невызревшая лоза которая который на следующий год никакого от нее толку не будет вот вы видите зеленый побег вот она идет глаза это уже кустик лоры и вот видите насколько она слабо вызрела в этом году вся она практически зеленая хрустеть она может так же как и вызревшие лоза но тем не менее она не выздала это видно сразу вот она имеет такой зеленый цвет лишь травой называют винограды в общем то а вот вызревшие лоза даже если по ней постучать она по звуку как будто вы стучите по деревяшке а если постучать по лозе которая зеленая звук совершенно другой то есть это вот один из способов если вы сомневаетесь степени вызревания виноградной лозы зеленая лоза кстати если проверять с помощью треска она тоже может потрескать так что не ошибитесь выбирайте лозы которые вызрели перед обрезкой укрытием ну вот дорогие друзья я вам немножко рассказал о вызревании лозы это видео прежде всего адресовано начинающим виноград рим который находится в северных регионах и которые пытаются вырастить в таких вот непростых прохладных условиях для винограда такую же хорошую красивую солнечную ягоду которую мы покупаем супермаркетах либо при отдыхе на юге мы видим какие бывают урожаи на южных виноградниках какие там красивые грозди в общем то в принципе виноград можно вырастить и в средней полосе и даже в более холодном климате с использованием как вы видите вот у меня тут на фоне теплицы кстати у меня там тоже виноград растет можете посмотреть ролики в плейлисте о винограде о том как я выращиваю виноград теплицы ну на этом дорогие друзья пока все о винограде следующий ролик возможно я сниму уже об обрезке винограда и об его укрытие на этом пока все подписывайтесь на канал всего хорошего пока пока